Деяния апостолов В нашем понимании Бога, понимании Евангелия, понимании сущности того, что Бог делает в нашей жизни. Это глава 17, которая повествует нам о служении апостола Павла в Афинах. Апостольские проповеди – одна из наиболее богатых ценностей книги Деяния апостолов. Они позволяют нам приблизиться к пониманию того, чем жили апостолы. Вот эти люди, которые непосредственно встречались со Христом, вот эти люди, которые имели особое поручение, особое дарование от Святого Духа, от Бога стать фундаментом церкви, вот эти люди, которые имели привилегию быть инструментом для того, чтобы было написано Священное Писание, вот эти люди встречались с обычными людьми и говорили им о Боге. Вот как они говорили, помогает нам увидеть и понять их ценности, помогает нам сориентировать свою жизнь в соответствии с этими ценностями. И мы уже останавливались на нескольких проповедях апостола Петра. Мы останавливались на проповеди Стефана, если вы помните. Мы останавливались уже на проповедях апостола Павла. Но вот та проповедь, о которой мы будем сегодня говорить, она отличается от всех остальных. И отличается она тем, что в этом месте апостол проповедует к людям, которые совершенно далеки от всякого представления о Боге. Везде, где апостол проповедовал до того, у людей были какие-то представления о едином Боге, потому что апостол чаще всего проповедовал где-то, где собирались евреи, будь это в синагоге или мы читаем в Филиппах, был дом молитвы, молитвенный дом, то есть там не было синагоги, там было мало евреев. То есть апостол проповедует тем, кто имеет представление о том, что существует только один, единый Бог, Бог творец неба и земли. Вот здесь, в этом месте, апостол приходит к людям, которые не имеют этого концепта. Главное, чем они живут, это извращенные представления, это многобожие, политеизм, разные извращенные представления о божестве. И вот апостол попадает в это место, и он говорит, он просто видит этих людей, и он рассказывает им суть спасения. И вот как он это делает, очень полезно для нас, потому что мы сегодня с вами живем в подобной ситуации. Мы живем в век, в котором люди все меньше и меньше имеют представление о едином Боге. Даже здесь, в Соединенных Штатах, в стране, в которой еще 30-50 лет тому назад казалось представление о Боге было распространенным, то сегодня мы имеем дело с целым поколением людей, которые не имеют представления о сути того, кто такой Бог. Более того, когда мы смотрим на то, о чем учит здесь апостол Павел, это помогает нам составить более законченное, организованное представление или мировоззренческую структуру свою сформировать, в которой есть определенные ключевые ценности. Есть такие столпы, на которых стоит все представление о реальности, и, конечно же, отсюда исходит представление о спасении. Для того, чтобы нам коснуться этой проповеди, я хотел бы немножечко напомнить, о чем идет речь здесь вообще и где мы находимся. Помните, в начале изучения книги «Деяния апостола» мы говорили, что это книга транзита? То есть, это книга, которая показывает переход, переход от церкви в Иерусалиме, она начинается, заканчивается к «Деянию апостола» в Риме. То есть, сначала это было локальное дело, касающееся пробуждения или Божьего действия среди учеников. Все они были из евреев. 120 человек, мы видим в начале книги, собрались. Это люди, ученики Иисуса Христа. И вот в конце «Деяния апостола» мы видим в центре Римской империи. Римская империя тогда контролирует большую часть мира. В то время и «Деяние апостола» ведет нас из Иерусалима, из этой горницы, из этой маленькой комнаты, где собирались 120 человек, и ведет нас шире, шире и шире, и приводит к этой точке влияния в Римской империи. Больше того, эта книга ведет нас от церкви, которая вначале состояла полностью из евреев, к церкви, которая все больше и больше смешанная, и к церкви, которая, в конце концов, это церковь из людей, которые не принадлежали к еврейскому народу, то есть церковь из язычников, обращенных к Иисусу Христу. Есть еще некоторые грани, которые мы видим. Например, начинается «Деяние апостолов» с Петром, как главным действующим лицом, и заканчивается эта книга с апостолом Павлом, как главное действующее лицо. И это тоже символично. Почему? Потому что апостол Петр был главным апостолом в Иерусалиме, а апостола Павла Господь призывает для того, чтобы он был Божьим инструментом для проповеди Евангелия язычникам. Таким образом, побуждая евангелиста Луку написать эту книгу, Дух Святой раскрывает через него величие Божьего плана спасения. Он хочет, чтобы мы, читая эту историю, читая эту книгу в веках, на протяжении всей истории церкви, чтобы мы видели эту картину, чтобы мы хорошо понимали, что Бог делал тогда, потому что от этого зависит наше представление о том, что Господь делает сегодня. Одним из основных инструментов в Божьем плане спасения, в Божьем плане расширения Евангелия или его влияния на те, окружавшие Иерусалим или Иудею регионы, стал, безусловно, апостол Павел. Этот человек был уникальный, очень интересный. Он был призван, Бог его призвал по дороге в Дамаск, когда апостол, вернее, он тогда был, естественно, не апостолом, его тогда звали даже не так, его звали Савл, когда Савл шел, дыша злобою написано, стремясь к тому, чтобы как можно больше зла причинить церкви. И вот Иисус Христос встречает его на этой дороге в Дамаск и разворачивает его на 180 градусов. Его внутренний мир полностью меняется, он понимает, что он гонит того, кто является Мессией, и он начинает с таким же рвением, с такой же ревностью и посвящением, он начинает проповедовать Иисуса Христа. Если вы помните, его духовный путь развивался не так гладко. Он приходит в Иерусалим, и в Иерусалиме он встречается, ну, так скажем, мягко говоря, с настороженным отношением по отношению к Нему. То есть апостолы, ученики, верующие в Иерусалиме, они очень хорошо помнят еще Стефана. Они хорошо помнят, кто охранял одежду Стефана. Они очень хорошо помнят, что этот человек причинил огромное-огромное зло церкви. И они вроде бы как бы и верят в то, что этот человек стал другим, но вот так, чтобы принять его в круг своих, вот не так легко это было дело. Нашелся один, правда, человек, добрый человек, его звали Варнава, и он как-то помогал, и у него даже имя дали такое, сын утешения, его звали Иосия, вообще-то оригинально, но ему дали имя сын утешения. Нашелся этот человек, и вот Господь использовал его. Использовал его после того, когда Савл побыл какое-то время в Иерусалиме. Мы знаем, что он ушел и возвратился в Тарс, к себе в тот место, в город, где он родился и вырос. И до этого, в какой-то период времени, он был в Аравии. Скорее всего, мы не знаем точно, что там происходило, скорее всего, это была такая школа смирения, где Господь открывался ему, где Господь показывал ему зависимость от него, показывал ему, что он не своей силой, не своими риторическими способностями, не своими способностями организатора, лидера, которые у него, безусловно, были, достигая чего-то, а только Божьей силой, которая будет действовать через него. И потом мы читаем о нем уже немножечко позже, уже тогда, когда возникла церковь, возникает церковь в Антиохии. Церковь в Антиохии была первая церковь, которая возникла на языческой территории, церковь, которая состояла из язычников в большой степени. И вот там, в этом месте, мы знаем, что после того, когда их учеников стало много, из Иерусалима посылают Варнаву туда, для того, чтобы он помог там, развитию церкви. Варнава побыл какое-то время и понимает, что он не справляется с этим делом, видит, что дело очень большое, которое там. И по этой причине он посылает кого-то искать Савла. Савла находят в Тарсе, приглашают его в Антиохии, и вот там, в Антиохии, церковь развивается. Церковь развивается достаточно бурно, и эта церковь становится такой своеобразной базой, базой, с которой апостол Павел отправляется в три миссионерских путешествия. Мы уже говорили о первом миссионерском путешествии, если нам включат карту сейчас, то мы посмотрим. Вот это вот Антиохия известная. Маленький город сравнительно. Вот Бог так распорядился. Вот почему-то ни в Дамаске, ни в каких-то других городах не возникла церковь из язычников, а вот где-то вот здесь в Антиохии сложились условия, где Бог решил, что эта церковь будет в Антиохии. И я вам скажу откровенно, когда мы сюда переехали, и когда мы только с братьями тогда планировали развитие церкви, никто не думал, что наша церковь будет в Баттлграунде. Вот как она оказалась в Баттлграунде, это вот только Божье проведение. Несколько таких действий, которые Господь просто решает. И вот что-то подобное мы видим, мы точно не знаем, но есть у Бога причина, почему это Антиохия, почему именно это место. Но мы видим точно, что собрав воедино все эти условия, мы видим, что Бог достигает определенной цели, как ни Иерусалим, ни какая-то другая точка, а именно Антиохия становится этим, это штаб-квартирой, базой становится, с которой Господь, помните, там написано так, что когда они служили Господу и молились, то вот здесь Господь их побуждает, Дух Святой побуждает послать Савла и послать вместе с ним других, для того, чтобы проповедовать Евангелие дальше. И они пошли. Помните, они поехали в Кипр, вот здесь на Кипре, они проповедовали здесь сначала, потом они вот прибыли сюда в Памфилию, ничего не написано об этом городе, дальше в Антиохии, Писидийской, это еще один городок с таким же названием, вот там проповедь, подробная проповедь апостола Павла описана, и потом они были в Листре, Иконе и Дервии, вот эти три города здесь еще, в этих городах возникли церкви. Они вернулись назад, вот сюда в Антиохию, это путешествие, первое путешествие, продлилось около двух лет. То есть это не так, как сегодня, поехали за два месяца, пробежали, поговорили, все решили, всем отпроповедовали, вернулись, тогда пешком, тогда если на корабле, то ждешь попутного ветра, то есть это занимало много времени. Вот примерно два года заняло первое миссионерское путешествие, и за это время было, мы точно знаем, были основаны три церкви, возможно, потом появились церкви вот здесь, потому что потом мы видим, что Варнава отправился на Кипр, когда Павел на второе миссионерское путешествие пошел. Мы точно знаем, что там были церкви потом, но самое главное то, что был сделан шах миссионерский, сознательный направленный миссионерский шах, который вот с этого места из Антиохии возник. Через примерно год, после того, когда апостол и его команда вернулись в Антиохию, примерно через год Господь побуждает их снова идти, и там ясно сказано, они говорят, мы пойдем и посетим церкви. Посетим церкви. Здесь написано следующее, посмотрите, 4 стих 16 главы. «Проходя же по городам, и преподавали верным соблюдать определение, поставленное апостолами и пресвятерами, и церкви утверждались верою, и увеличивались числом». А в 36 стихе 15 главы написано, «По некоторому времени Павел сказал в Арнаме, пойдем опять посетим братьям наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне». То есть они идут, чтобы утвердить эти церкви. И они так и делают, они проходят через Тарс, прошли, они пришли в Дервию, в Листру, они пришли в Иконию, они пришли в Антиохию, и потом после этого написано, что они пошли, вот это место называлось тогда Малая Азия. Это территория современной Турции. Все это территория современной Турции, и они пытались как-то здесь проповедовать. Мы не знаем, куда они пошли. Мы знаем, что потом, во время третьего миссионерского путешествия, апостол вот здесь вот вокруг, это Ликаонская долина, вот Лаодикия, видите, вот здесь вокруг Ефеса, там образовались много церквей, но мы точно знаем семь церквей в Откровении. Но во втором миссионерском путешествии апостол предпринимал попытку где-то здесь проповедовать, и не получилось. Написано, дух их туда не допустил. Потом они стали пробовать вот сюда, они дошли вот сюда, даже в Вифине и Понтию, пытались пойти, но снова написано, дух не допустил их туда. Мы не знаем, как это проявлялось, мы не знаем, это было действие, сверхъестественное действие Божие апостолу Павлу как человеку, как Божьему пророку. Или же Бог использовал обстоятельства, но каким-то образом он не допустил, что апостолы, что они не проповедовали, ни здесь, ни здесь. Они пришли вот сюда, в Трааду, написано, спустились в Трааду, и вот там Бог дает сон апостолу Павлу, муж македонянин, который говорит, «Приди и помоги нам». То есть ему становится ясно, нужно идти с проповедью дальше. Вот здесь есть территория, где он хотел проповедовать. И Бог, мы знаем, потом открыл дверь, и здесь была проповедь. Но сейчас, на данный момент, Господь призывает его на вот эту территорию. Мы знаем, что во время второго путешествия с апостолом Павлом путешествует Тимофей, который присоединяется к ним вот здесь, где-то в Листре, вот в этой точке. Вот Тимофей, молодой человек, совсем молодой человек, он присоединяется как помощник, как ученик, как тот, кто посвящает свою жизнь служению. Он увидел важность служения, он захотел, чтобы его жизнь была посвящена служению. Апостол призывает его с собой. И мы видим, что с ними путешествует Лука, вот этот человек, который стал автором «Деяния апостолов». Лука был врачом. Мы не знаем, то ли он пошел с самого начала, из Антиохии вместе пошел с Павлом, то ли он присоединился позже. Но вот только в 16 главе, мы читали в прошлый раз, в 16 главе мы видим, как повествование начинает вестись от первого лица. То он всегда говорил от третьего лица, он, они, а теперь он начинает говорить «мы». Посмотрите в 10 стихе 16 главы. После этого видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. Кстати, очень интересно, что Ставел или Павел не сам принимает решение. Мы положили. То есть там, во всей видимости, был какой-то разговор у этой команды, включая Луку. И они предпринимают вот этот шаг. Когда они переправляются в Македонию? Македония – это территория современной Греции. Естественно, Македония связана с греческими правителями, известными, так называемый Александр Македонский. Это не только, он не единственный был греческий завоеватель, его отец, там династия целая была, там история большая была, завоевание. То есть был период, когда Греция правила. Сейчас, в данное время, правит Рим. То есть римляне захватили власть, они свергли греческую власть. Римляне захватили власть, или после того, она была раздроблена, эта греческая власть. Римляне захватывают, создают свою империю. Но вот эта часть, она продолжает в огромной степени нести в себе греческую культуру. Там очень много вещей, которые мы наблюдаем, даже читая Деяния апостолов. Мы видим это мировоззрение, мы видим, чем они движимы, мы видим их ценности, ценности, которыми они жили. Первым городом в Македонии, где была основана церковь, стал город Филиппы. Вот здесь этот город. И мы подробно говорили об этом в прошлый раз. В этом городе не было синагоги, был только молитвенный дом. Причина этого в том, что там не было достаточно евреев, чтобы сделать церковь, вернее, сделать синагогу. Поэтому несколько женщин, скорее всего, наверное, вообще только женщины были там. И у них был молитвенный дом, где они собирались и читали законы, и говорили о Боге, и молились. Молитвенный дом для того, чтобы молиться. И мы видим, что Павел со своей командой находит этих людей, проповедует, Бог дает обращение. Видим, что там образовывается церковь. И потом, позже, мы читаем послание к филиппийцам, послание к этой церкви. Мы видим многие вещи, которые описаны, то, что происходило в этой церкви. После того, мы читаем, что встретились апостолы с сопротивлением. Это сопротивление было связано с изгнанием беса. Помните, там была девушка, одержимая духом, которая пророчествовала. Вот. И апостол Павел изгоняет этого беса. И тогда те, кто владел, это была служанка, те, кто ее владельцы, они поняли, что они потеряли доход. То есть, экономические причины были этого гонения. Они возникли гонения. Павла из силы арестовывают, бросают в тюрьму. И там садят во внутреннюю темницу, то есть, в самую сложную камеру. Заковали их в колоду, написано. То есть, жесткие условия болезненные поставили. И вот именно там случилось то, о чем мы много раз вспоминаем часто, что Павел и Сила, находясь в тяжелейших условиях, они славят Господа и поют. Они поют. Это говорит нам о том, что их внутренний человек, он полностью настроен на общение с Богом. Он не ориентируется на внешние обстоятельства. По-человечески говоря, они были близко к тому, что их миссия окончилась. И, может быть, вообще земной путь даже окончился. Но они фокусируются на Господне, они знают, что Бог определил их путь, они знают, что Бог определил начало и конец, и они знают, что Бог точно так, как допускает им быть в заключении, точно так их освобождает. И мы знаем, что произошло землетрясение, темница отворилась, двери темницы, и у апостола Павла, и у Силы была возможность засвидетельствовать темничному стражу. Он обратился, его домашние обратились к Господу. И после этого, утвердив церковь, Павел и Сила пошли дальше со своей командой. И когда они отправились дальше? Они проходят здесь два небольших городка. Вот здесь вот один, и второй, и здесь второй. Вот эти два городка Амфиполь и Аполлония. Мы не знаем, почему они в них не остановились. Может быть, потому что там не было синагоги. Может быть, не было там евреев, и не было где-то точки, с которой начать служение. Может быть, другая причина. Может быть, причина в том, что это очень маленькие городки, в отличие от Фессалоники. Фессалоники, вот здесь вот, Фессалоники, вот здесь вот городок, вернее, город, которым было тогда 200 тысяч населения. То есть, это был по тем временам очень большой город. Вот. Он стоит на берегу, это крупный порт, который играл ключевую роль. И, возможно, это была причина, почему Павел и Сила идут именно туда, для того, чтобы проповедовать там. Когда они проповедуют там, казалось бы, вот это место, где нужно сейчас закрепиться и развивать свое служение, но у Божьего проведения другой план. Вот мы видим, как Господь действует не по человеческим стандартам, не по тому, как это может показаться людям правильным. У Господа другой план. Он допускает сильное гонение, которое возникло буквально через три недели после того, как Павел начал там проповедовать. В результате этого гонения Павла выгоняет оттуда, он переходит в другой городок, который недалеко находится, городок Верия называется, начинает проповедовать там, и вроде бы там совсем по-другому, там открытые иудеи, они изучают Писание, принимают, но в скорости те иудеи, которые в Фессалониках были, услышали, приходят туда и нагоняют, дают им там, и они вынуждены были убежать оттуда, причем Павел уходит сам, Тила и Тимофей остаются там в Верии, и вот Павел приходит в Афины. Вот к чему ведет эта вся история. Эта история, она показывает нам две стороны, две грани, и я хотел бы остановиться на этих двух гранях. Первое, нам евангелист Лука показывает это движение от иудеев к язычникам, и второе, евангелист показывает нам сущность проповеди для язычников. Мы остановимся очень коротко на первой части, чтобы нам немножечко войти в общий контекст и понять, что же Дух Святой говорит через эту историю. Мы прочитаем 17 главу первые четыре стиха сначала. Пройдя через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Это позволяет нам судить, что возможно, что в Амфиполе и Аполлонии не было синагоги, а вот здесь сказано, здесь была. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что этот Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. Некоторые из них уверовали, и присоединилась к Павлу и Силе, как из еленов, чтущих Бога великое множество, так и из знатных женщин немало. Павел всегда начинает с синагоги, и вот здесь он не изменяет своему правилу, он приходит в это место, начинает проповедовать, почему, я уже сказал, иудеи имеют представление о Боге, они знают Ветхий Завет, и поэтому все, что Павлу нужно сделать, ему нужно открыть Ветхий Завет, и на основании Ветхого Завета продемонстрировать, что вот этот Иисус, который был распут, и который воскрес, и мы этому свидетели, этот Иисус и является тем Мессией, о котором говорит пророчество Ветхого Завета. То есть, для апостола Павла это было очевидным ключом, очевидной точкой, через которую нужно распространять благую весть, и он пользуется этим очень активно, им легче было понять весть о Мессии, об Иисусе Христе, потому что у них был концепт Мессии, они знали хорошо, что об этом сказано в Ветхом Завете. Апостол проповедует здесь о Христе, как я уже сказал, он демонстрирует, что Мессия это, что Иисус это вот тот Мессия, о котором говорит Писание, и мы видим, что Бог благословляет его служение. Посмотрите, сначала написано некоторые уверовали и присоединились к Павлу и Силе. Кстати, очень важный фактор. Они не просто уверовали, они присоединились. Когда люди принимают Иисуса Христа, они присоединяются к Церкви. Просто так, когда человек уверовал, и где-то он в свободном полете, фрилансер такой, христианин, такого нет в Священном Писании. Вот эти люди уверовали и присоединились. И мы видим сейчас, как это важно. Вот буквально в нескольких словах видно, что это практически значит. Практически значит. Да дальше написано, как из еленов, чтущих Бога, великое множество. То есть, мы видим сначала несколько, и дальше мы видим, как великое множество этих людей уже присоединяется. Так и из знатных женщин немало. То есть, здесь мы видим три группы. Мы видим иудеев, мы видим еленов, елены, чтущие Бога, это люди, которые обращены в иудаизм, они не были евреями по крови, но они приняли иудаизм, и они чтили Бога. То есть, они имели представление о Боге. Вот. И из знатных женщин немало. То есть, здесь отдельную категорию еще специально отмечают. Почему? Потому что это было важно для Луки. Лука часто говорит о женщинах в Евангелии от Луки. Почему? Он грек. И он понимает, что в греческой культуре этот вопрос был очень в римской культуре. Женщины были практически почти что имуществом. И для него это очень важно. Он показывает в Филиппах специально говорит о том, что вот женщин там началось движение. И здесь, говорит, из знатных женщин, то есть, люди, которые с благородного рода немало присоединились. Он подчеркивает или описывает процесс. Когда мы изучаем первое послание к Фессалоникийцам, то мы видим, что служение апостола Павла в этом месте было чрезвычайно эффективным. Это вообще очень удивительное дело. Вот они пришли, они служили там, ну, три недели, может быть, чуть больше, мы не знаем, может быть, пять недель, если начать, что они в воскресенье пришли, и потом их выгнали оттуда за неделю после того. Ну, месяц, ну, полтора месяца. Вот они совсем немножечко были там в этом городе. Ну, смотрите, что произошло. Первое Фессалоникийцам, первая глава, мы читаем с пятого стиха. Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе и во Святом Духе. И со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. От вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Вот это короткое служение, служение апостола его группы в этой месте, это короткое служение, оно произвело такой мощный эффект, то есть Бог использует, так что вот эти люди, которые обратились, их служение, оно стало очевидным, их вера стала очевидной, их жизнь стала очевидной, их жизнь приобрела влияние. Такое влияние, что написано, смотрите, от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. То есть эти люди, они стали известными ничем другим, ни какой-то деятельностью, они стали известны своей верой, а это были люди веры, которые верили Богу. Но это служение было непростым, здесь написано, смотри, при многих скорбях, очень важная, кстати, деталь, при многих скорбях с радостью от Святого Духа. Это очень важная деталь. Друзья, служение всегда связано с трудностью. Почему связано с трудностью? Потому что дьявол противится любому служению. Любое служение возьмите, пока сидите, ничего не трогаете, кажется, все спокойно. Только зашевелилось что-то, и так вы сразу соприкасаетесь с самыми разными проблемами. Люди как-то ведут себя не так, обстоятельства складываются по-другому, здоровье там где-то сдает, всякие разные проблемы, которых очень много. Причина этого, как я уже сказал, любое служение это духовная брань. И поэтому дьявол, конечно, бросает все усилия для того, чтобы как-то подавить служение, каким-то образом выбить человека из колеи, каким-то образом заставить его унывать, обижаться, раздражаться, ждать лучшего времени, критиковать и так далее. Самые разные причины есть. Но посмотрите, что происходит здесь. Здесь сказано, что приняли слово при многих скорбях, но с радостью от Духа Святого. То есть эти люди, они сразу же научились радоваться Святым Духом. Они, конечно же, у Павла этому научились. Павел только что пришел с Филипп. В Филиппах он только что был закован в кандалы, в эти колоды. И там, находясь в этих колодах, они, молясь, воспевают Бога, они прославляют Бога. То есть у них был всегда такой Дух высокий, Дух радующийся Господе. Они не фокусировали или не связывали свой Дух с обстоятельствами, которые вокруг, как бы неплохо не складывались. И по этой причине церковь Фессалоники, она в скорби, но радуется. Радость Святом Духе. И по этой причине они и имели такое влияние на окружающих людей. Апостол описывает, вернее, евангелист Лука описывает подробно, в чем же была эта проблема, в чем это противодействие. Выражалось, пятый стих, посмотрите. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпой и возмущали город. И приступив к дому Иосона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иосона и некоторых братьев городским начальником, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда. А Иосон принял их. И все они поступают против повеления Кесаря, почитая другого царем Иисуса. Здесь мы видим типичную картину, которой уже много тысяч лет. Как дьявол преследует верующих людей. Типичная картина. Обычно настоящие причины, которые вызывают это преследование, они сводятся или к экономическим интересам, то есть кто-то теряет деньги, как это было в Филиппах, помните. Эти люди стали терять деньги, потому что Павел изгнал беса из этой служанки. Или же это политические причины, кто-то теряет влияние. Или же это религиозные причины, то есть кто-то тоже теряет влияние, но свое религиозное влияние, или идеологическое еще бывает. Мы видим, эта религиозная причина действует здесь, то есть неуверовавшие иудеи, они написаны «возревновав», то есть они как нашу веру, здесь националистический элемент, элемент религиозный, не допустим никаким образом. Но когда мы наблюдаем за этими всеми картинами, конечно, мы можем делать анализ, почему это происходит, как это, кто возмутился, как это выражено было, какой был масштаб преследования и так далее. Но мы знаем, что во всем этом действует Божья рука. Если бы Бог не держал, то все это зло, оно бушевало бы и смело бы с лица земли всю Божью работу. Но Бог держит, и поэтому Он позволяет в одном месте немножко проявиться или в другом месте проявиться. И в данном случае, смотрите, интересная картина. Они, конечно же, возмущены одной причиной националистической религиозной, но предъявляют городским начальникам совершенно другую, ту же самую причину, которая была, или обвинение, лжеобвинение, которое было предъявлено Иисусу Христу, когда привели его к Пилату. То есть, говорят, они выступают против римской власти. Здесь мы читаем всесветные возмутители пришли сюда, они против повеления к Кесаре и другого царем называют Иисус. То есть, мы видим, что этот почерк, эта методика, она была еще тогда, и она продолжалась на протяжении всех двух тысяч лет, она продолжается, и сегодня она будет продолжаться, мы видим, до скончания века, пока Господь заберет церковь отсюда, с земли. Здесь есть еще одна интересная деталь вот в этой части. есть вот этот человек по имени Иосон. Очень мало известно о том, кто этот человек. Скорее всего, это один из тех, о которых сказано, и присоединились к апостолам. Помните, уверовали некоторые, и присоединились. Иосон, скорее всего, из того, что мы видим здесь, влиятельный человек, достаточно богатый, у него есть дом, и в этом доме Иосон прячет Павла и Силу, прячет эту миссионерскую группу. То есть, когда приходит эта толпа, смотрите, они взяли с площади некоторых негодных людей, еще типичная такая картина, как это делается в притеснении их верующих. Собрали толпой, возмущают город, они приходят к дому Иосона, и они домогаются выведите их к народу. Иосон достаточно влиятельный и достаточно мужественный человек. Смотрите, три недели как верующий, но месяц, но полтора месяца как верующий. Но Господь уже делает такую перемену в этом человеке, что этот человек, он не позволяет, они ничего не могут сделать для того, чтобы найти этих людей. Восьмой стих. И встревожили народ, и городских начальников, слушавших это. Но эти, то есть начальники, получив удостоверение от Иосона и прочих, отпустили их. То есть, Иосона взяли и привели туда, он сам пошел городским властям и как-то договорился. Что-то он сказал там властям, что их отпускают власти. И теперь смотрите, когда он возвращается, братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в верю, куда они прибыл, пошли в синагогу иудейскую. Заметьте, что происходит, они понимают, Иосон понимает, что дело здесь обещает что-то такое серьезное, складывается плохо, и поэтому лучше всего Павлу и Силе уйти, поэтому они ночью тайно уходят, они уходят в другой город, в верю, вы понимаете, что тогда телефонов не было, интернета, не было фейсбука, тоже не публиковали, где там проповедовали и откуда, где Павел находился со своей группой. Поэтому они отошли сравнительно недалеко. Включи, пожалуйста, кто там, Саша у нас, включи, пожалуйста, карту еще раз, мы посмотрим, где верия находится. Вот смотрите, в Сессалонике вот здесь верия, она не на берегу, она чуть-чуть от берега, вот здесь примерно, наверное, ну, миль, миль, наверное, 50 от Фессалоники до верий. Вот, конечно, это, мы так читаем, что они ушли в верию, но это, это они ушли, то есть они шли и шли и шли, это, это не знаю сколько, ну, пару дней, наверное, как минимум туда. Вот, они уходят в верию, ну, посмотрите, что происходит, в верии происходит то же самое. Вот, еще раз посмотрите, этот 10 стих, братья же немедленно ночью отправили Павла и силу в верию, куда они прибыв, куда они идут? Синагогу иудейскую, они идут, продолжают делать свое дело, у них дело ясное, они проповедуют Евангелие, они пришли для того, чтобы проповедовать Евангелие. здесь ситуация складывается по-другому. Слушайте, что здесь сказано. Здешние были благомыслия фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Я часто слышал, когда этот стих цитируют, когда говорят о том, что нужно проповедников проверять. Вот проповедники, гости разные, приезжают, вот они проповедуют, и нужно разбирать Писание и проверять, точно ли это так. Конечно же, нам всегда нужно проверять Писание, но здесь ситуация складывается совершенно другая. Представьте себе иудеи, которые не знают Христа, которые знают Ветхий Завет. И вот они слышат, кто-то пришел и говорит, а вы слышали, что Мессия, о котором говорится в Ветхом Завете, уже пришел, что Он проповедовал, что Его распяли, что Он воскрес, и Он являлся, и Он сейчас провозглашает Свое Евангелие. И когда им это рассказали, вот тогда эти иудеи, они были благомысленные фессалоникские. Как фессалоникские поступили? А, ну ты что? Ну-ка, ты на нашу веру руку поднимаешь. А здесь мне написано благомысленнее. Они говорят, а, подожди, подожди, а ну-ка, давай проверим, а точно ли это так? И ты смотришь, точно пророк Исаия говорит, и точно Захария говорит, и точно Иосиф Иоиль говорит. То есть они проверяют, это иудеи, которые не были христианами, но знали Ветхий Завет. Они проверяют рассказ Павла о Христе и сравнивают его с пророчествами Ветхого Завета. И таким образом, здесь вместо митинговщины, которая возникла в фессалоника, здесь есть такой диалог, есть процесс, в котором говорят о том, что же Бог делает через Иисуса, который является тем мессией. И написано в 12 стихе, и многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин и мужчин, и из мужчин немало. Заметьте, Лука опять упоминает женщин. Для него это очень важная тема. Он хочет показать, что христианство распространяется всем, иудеям и еленам, рабам и свободным, мужчинам и женщинам. Для него это очень важная тема, которую он отмечает снова и снова. Но это продолжалось недолго. Мы не знаем, сколько точно времени, но как только фессалоникские иудеи узнали, что и в Верии проповедуется Слово Божие, то есть, скорее всего, они начали там проповедовать. И потом, когда кто-то из синагоги в Верии, случилось, что он пошел в Фессалонику, и там попал в синагогу, и там рассказал, а вы знаете, у нас там есть такие проповедники. И тогда вот эти фессалоникские иудеи сказали, а, они уже там. То есть, это не так быстро. Мы сейчас живем в век, когда все мгновенно происходит. А там это время берет. Пока они сообразили, пока они снарядили, пока они собрались, пока они послали. И за это время Павел и Сила уже немножечко там потрудились. Ну, смотрите, когда эти люди приходят, пришли туда, возбуждая и возмущая народ, тогда братья тотчас отпустили Павла, как будто идущего к морю. Смотрите, что здесь происходит. Павел уходит, а Сила и Тимофей остались там. Они остались там, скорее всего, для утверждения учеников. Скорее всего, для того, чтобы закончить что-то, что Павел начал там, что нужно было довершить. Ну, посмотрите, Павла уже сопровождают, то есть он не сам идет, а эти верующие в вере заботятся о том, чтобы Павла проводить в безопасности. Павла проводили до Афин и, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они пришли к нему скорее, отправились. То есть эти люди привели Павла в Афины. Скорее всего, как-то у них есть там или знакомые, или помогли ему там где-то определиться. И сами быстренько назад. Хотя, если ты включишь нам сейчас, то я покажу вам, как это быстренько. То есть это не совсем быстренько. Вот это вере, а вот это Афины. То есть они его проводили сюда до моря, там сели на корабль, вот здесь вот приплыли вот сюда в Афин, и потом быстренько назад. То есть это недели, если не месяц. То есть достаточно много времени происходит, пока потом мы знаем, что Сила и Тимофея, они догоняют апостола Павла. Так Павел оказывается в Афина. Он оказывается там сам. Сила и Тимофей отстали. Вот они там выполняют еще задачу. А Павел здесь находится. И вот здесь разворачиваются основные события, описанные в этой главе, то есть сама проповедь. И мы подошли к вот этой проповеди Евангелия для язычников. Сначала мы видим от иудеев к язычникам. Посмотрите, Господь, Он призвал его туда, в Македонии. И Он, Павел, проповедует в Филиппах, в Пессалонике, в Верии. Но везде очень краткое гонение, 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 просто вот заставляет Павла двигаться дальше. Вот он приходит в Афины. Приходит, и он там один. Он ждет, пока придут его попутчики. И когда он находится здесь, он, как обычно, что он делает? Он говорит о Христе. Он говорит людям, которые его окружают. Когда апостол проповедует Евангелие, здесь его подход к проповеди Евангелия отличается от того, как он проповедовал Евангелие в других местах. И вот на этом мы и остановимся, посмотрим на это немножечко. Но до того я хотел бы немножко предысторию вот этого города и того, что с этим связано. Афины поражают Павла. Мы видим обилие идолов. Посмотрите 16 стих. «В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идола». Это важная фраза, потому что она говорит о характере Греции и Афин в частности. Афина – это культурный центр Греции. Это место, откуда исходила вся идентичность греческая. Греческая философия рождена там. Там место, где философия процветает, где знают вкус ее. Она, конечно, распространилась по всей Греции. Мы видим, как в Каринфе это было существенным фактором. Но здесь Афина – это, конечно же, центр этого. И у греков, в отличие от других завоевателей, у них была одна особенность. Когда они захватывали земли, то они вместо того, чтобы покорять эти народы своим богам, заставлять их отрекаться от тех богов, которые там, и принести к ним своего бога, они вместо этого добавляли богов, которые в этой земле, к своему пантеону богов. То есть их логика была такая. Если вот у нас боги такие, 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 а вот еще мы вдруг узнаем, оказывается, что и такие есть. Давайте мы ему будем молиться. А потом еще другие боги. Давайте им будем молиться. И поэтому мы видим, что город полный идолов. То есть везде, где греки были, со всех мест они собрали вот эту всю беду. У нас дома, на холодильнике, у нас такая станет, есть хобби такое. Когда мы бываем в каких-то городах, мы покупаем магнитик из этого города. Не во всех, конечно, удается купить, но у нас уже некуда их вешать. Уже эти две дверки, которые, куда можно прилепить, их некуда же вешать. Вот ты смотришь, что там полно всяких вещей, которые говорят о каких-то местах. Вот я представляю тебе город полный, но только не магнитиков, а идолов. Того из Египта притащили, того из Месопотамии, того из других каких-то мест притащили. Самые разные боги ветра, боги дыма, боги огня, боги дождя, боги плодородия, боги любви, боги войны. Самые-самые разные. Боги бизнеса, успеха, порчи, всякие разные. И когда апостол находится там, в этом городе, полном идолов, смотрите, что он делает. И так он рассуждал в синагоге с иудеями и с чтущими Бога. То есть он, видя все это дело, он говорит о всем этом, говорит с иудеями и чтущими Бога. То есть это елены, обращенные в иудаизм. Он рассуждает. Он рассуждает о чем? Об этой ситуации, об этой идольщине всей. И, конечно, он говорит там об Иисусе Христе. Но в этот раз он не только рассуждает в синагоге, но, смотрите, и ежедневно на площади со встречающимися. Причина, почему это происходит здесь, заключается в том, что афины отличались тем, что они любили новые идеи. Немножко позже, ниже написано, что они ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы слушать что-нибудь новое. То есть, когда им кто-то, что-то новое, какую-то идею. Вот они на площади. Эта площадь была таким местом идеи, где приходили. Это чаще всего на базарах делалось. Раньше это всегда. Базар – это было место, где обмен идеями был. Люди приходили купить какой-то товар, здесь встретили, узнавали новости. Это было в Facebook, и Twitter, и телевидение, и радио. Все было там, на базаре. То есть, приходили и узнавали. Кто-то пришел с одной стороны, купец кто-то привез с востока, с юга, или еще откуда-то. И вот это такая площадь, но в данном месте, на этой площади, там идеи, обмениваются идеями, они слушают, они говорят, они рассуждают, как здесь написано. И как мы видим, что рассуждают на очень серьезном уровне. Посмотрите, 18 стих. Некоторые из эпикурейских, исторических философов стали спорить с ним. То есть, это не просто купцы на базаре. Это не просто люди, которые пришли, уши развесили, послушали, что же им там сейчас нагрузят. Это философы. Философы, которые слушают идею, проверяют ее, спорят с ней, возражают, пытаются обогатить свою точку зрения. И здесь сказано о двух конкретных группах философов. Эпикурейцы, это философы, последователи Эпикура, они учили о том, что главной ценностью человека является избежать боли и достичь максимального удовольствия. То есть, они практически смотрели прагматично на жизнь, они не верили в вечную жизнь, они не верили в то, что что-то будет после гроба, они говорили, ешь, пей, веселись, достигни того, чтобы максимально уменьшила боль и чтобы в максимальной степени увеличить удовольствие. Это одна группа была людей, им противостояли другие люди, их название стойки, название это движение, они последователи тоже философа, которого звали Зенон. И вот эти люди, они исповедовали совершенно другую философию. Смысл этого был в следующем. Они говорили, ну вот как вы не хотите избавиться от боли, вы же не можете от нее избавиться. И как вы не хотите получить максимум удовольствия, вам же не удается получить максимум удовольствия. Поэтому они говорят, не, не, нет, смысл жизни человека в другом. Смысл жизни человека заключается в том, чтобы сформировать в себе самом безразличие к боли и безразличие к удовольствию. Вот откуда понятие такой стоический характер, то есть человек как стоик подходит, то есть он выносливо, не реагируя на боль, не реагируя на какие-то неудобства. То есть эти люди, они говорят, что главное в том, чтобы изменять себя, тренировать свой характер, тренировать свои чувства, чтобы ты не зависел от того, больно ты не показываешь, тебе что-то удовольствие манит, вот ты не бежишь туда. Ты можешь сказать нет, ты человек, который управляешь обстоятельства и не обстоятельства, управляя тобой. То есть две противоположных философии, но у них есть общий корень. Общий корень заключается в том, что они видят смысл жизни в том, что здесь на земле. Хоть одни, хоть другие, они понимают, они измеряют свою жизнь вот тем, что происходит здесь. И поэтому послушайте, что они говорят в 18 стихе. Некоторые из эпикурейских исторических философов стали спорить с ним и одни, и другие. И одни говорили, что хочет сказать этот суеслов. То есть они унижают то, что говорит апостол Павел. То есть они слышали уже идеи такие от якобы вечной жизни. И они говорят, ну что хочет сказать этот человек, который пустоту какую-то огородит здесь. Дальше, кажется, он проповедует о чужих божествах. Заметьте, о божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресения. То есть они понимают, что о чём-то новом, о чём-то другом речь идёт, но они верят, что это настолько не соответствует их высоким идеалам, что они так унизительно к этому относятся. Но, как хорошие философы, они не отметают идею просто так, они, услышав о ней, они говорят, ну-ка иди сюда и расскажи-ка нам подробнее, «А во что же ты веришь?» И вот здесь мы и приходим к этой точке, 19 стих, и, взяв его, привели в Ариапах. Ариапах – это было место специальное, где люди выслушивали идеи, где спорили, где кто-то выступал и ему возражали, диспутировали, были всякие разные дебаты на разные темы. Они привели в Ариапах и говорили, «Можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобой? Ибо что-то странное ты влагаешь в уши наши. Почему хотим знать, что это такое?» Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как говорить и слушать что-нибудь новое. Вот почему я точно знаю, что западная цивилизация, она берет свои корни в Греции. В Греции, потому что люди и сегодня прилипают раньше к радио, потом к телевизору, сейчас к разным социальным сетям, к твиттерам и прочим другим делам, в которых люди что делают? Что-нибудь новое узнать? А что там, что Маша сготовила сегодня? И что там произошло у Гриши или еще там у кого-нибудь? То есть люди живут тем, чтобы узнать что-нибудь новое. Но здесь в данном случае конечно же идеи покрупнее были. Чуть-чуть больше, чем кто-то что-то изготовил. Это идеи о взгляде на жизнь. И вот здесь мы видим замечательную презентацию апостола Павла, которой он объясняет христианский взгляд на жизнь. Чрезвычайно важная вещь. Я хотел бы остановиться на нескольких ключевых вещах. Во-первых, мы посмотрим на подходе апостола Павла к проповеди, как он подходит к этому. Во-вторых, мы немножко коснемся самой проповеди. И в-третьих, мы посмотрим на реакцию на эту проповедь. Очень интересно, что апостол, когда он обращается, его поставили в Ариапаге, когда он обращается к этим людям, он говорит в состоянии, которое только что было описано такими словами. Помните, мы прочитали, что при виде этих города полного идолов апостол, что написано? Возмутился духом. Это во-первых. Во-вторых, его только что обозвали своим словом. Пустышка какая-то. То есть, его унизили. И вот апостол, несмотря на то, что состояние этих людей, они где-то во мраке греховности, несмотря на то, что эти люди унижают его, возвышая самих себя, апостол приходит к ним, и он говорит с ними абсолютно спокойно и очень уважительно. Это чрезвычайно важный элемент, который помогает нам увидеть подход. Посмотрите 22 стих. «И став Павел среди Ариапага сказал, афиняне, посему вижу я, что вы как бы особенно набожны?» Вот он мог бы говорить, его унизили там суесло. Он мог бы выйти и сказать, вот я вижу, вы здесь болванком поклоняетесь. Это же чушки деревянные, бездумные. И как же это вы, умные греки, могли докатиться до такого, что вы молитесь всякой этой чепухе? Особенно, когда возмутился духом, и особенно, когда вот этот весь расклад. Мы видим, что Павел совершенно по-другому. Опять-таки, причина, почему он по-другому действует, заключается, она связана с тем же самым, почему они, молясь, воспевали духом в темнице. Та же самая причина. То есть, он в другом измерении живет, он живет с Господом, он живет свою жизнь, ориентируя на Божье, и поэтому он и в данной точке, он не позволяет своим эмоциям выплеснуться для того, чтобы расквитаться с ним. И это помогает, это существенно помогает, дорогие друзья. Посмотрите, он говорит, и по-проходя и осматривая ваши чушки безмозглые. Не, не так он сказал, да? Проходя и осматривая что? Ваши святыни. Он идолом называет святынями. Правда, он доболет, ваши святыни. Проходя и осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Этого-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам. Это чрезвычайно важный вопрос. Смотрите, апостол Павел не боится этих людей и не заискивает перед ними. Он говорит уважительно к ним не потому, что он трепещет и он хочет, чтобы его как бы не выгнали, как только что его выгнали из двух городов предыдущих. Он говорит с уважением к ним, потому что это правильно. Потому что перед ним есть цель помочь этим людям услышать Евангелие. Я сделаю здесь небольшую остановочку, хотя у нас есть еще чуть-чуть материалы, чтобы поговорить, но здесь это очень важный остановок. Вспомните разные ситуации, когда вам приходилось кому-то говорить о чем-то. Возможно, о Евангелии, неверующему совсем человеку. Или же, возможно, вы говорили Евангелие какому-то верующему человеку, который поступает неправильно. Так вот, смотрите, успех вот этого дела напрямую зависит от того, насколько мы в нашем духе сможем иметь это упование на Господа и спокойствие в сердце и уважительное отношение. Заметьте, уважительное кому у него отношение? К еретикам, вернее, к людям, к язычникам, к людям, которые не знают Бога, смеются над Богом, смеются, они только что Христа, кажется, он нам какого-то божества проповедует, а мы Иисуса и воскресенье. Но он подходит с большим уважением. И заметьте, он подходит не в том, что сейчас, а, подождите, да, точно, и каким-то образом, да, ваши боги тоже хорошие, и им тоже можно молиться. Абсолютно не так. Он подходит и говорит с уважением, но он говорит очень ясно. У него есть позиция, которая абсолютно не подвержена сомнению. И только тогда и можно эту позицию представлять, когда вот это спокойное и глубокое отношение. Смотрите, апостол находит точку, он смотрит на все, что происходит, он видит разные боги, и греки, они же были умные люди. И когда они видели, что уже со всех земель богов собрали, и они будучи умными людьми, они знают, скорее всего, где-то есть то место, где мы еще не были. И там есть еще какой-то бог, которому мы здесь не молимся. А вдруг от него что-то зависит. Поэтому они соорудили жертвенник и написали богу, которого мы не знаем еще. Когда апостол анализирует все это дело, и он видит эту точку, и он видит, оп, вот здесь точка, с которой мы начнем разговор. Он говорит, я пришел вам рассказать вот об этом боге, которого вы поставили ему жертвенник, вы его не знаете. Я вам сейчас расскажу, кто он. И он начинает свой рассказ. И вот здесь мы переходим к этой главной части, это сущность проповеди язычникам, как апостол проповедовать язычникам. Апостол начинает с одного суперважного вопроса. Он начинает с того, что он рассказывает о величии суверенности Бога. Есть много споров у людей. Люди говорят о свободной воле, несвободной воле, суверен, несуверен, потеряет, не потеряет. Всякие разные разговоры могут быть у людей. Ну, дорогие мои, восприятие человеком спасения напрямую зависит от того, знает ли он абсолютного, великого, суверенного Богу, Владыка, не Бога, Владыка, не Бога, Владыку неба и земли. Это главный вопрос. Почему он главный? Потому что именно этот вопрос был подвержен сомнению, когда дьявол подошел к Адаму и Е. Именно Божье право определять реальность было подвержено сомнению. Вот почему апостол обращается к этим людям, и он начинает говорить, посмотрите, Бог сотворивший мир и все, что в нем. Первое, с чего он говорит, он говорит, посмотрите, мы имеем дело с Творцом, с тем, кто является автором всего творения. А это значит, что не мы устанавливаем правила, а он. Это значит, что не по-нашему будет он вести себя, а так, как он считает правильным, он здесь хозяин. И здесь уже неуместно возмущаться, критиковать, предъявлять претензии абсолютно неуместно, по простой причине, потому что не мы его создали, а он нас. Не мы им командуем, а он нами командует. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, он подчеркивает, он, будучи Господом неба и земли, Господином вселенной, он правит вселенной. Дальше апостол переходит сразу же к тому, с чем он только сталкивается. Не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющие в чем-либо нужду. То есть, там стоит жертвенник, и там к этому жертвеннику приносят жертвы. И он объясняет, это не нужно, это бесполезно. Представьте себе, он говорит, этот Бог сотворил небо и землю. Зачем ему ваша курица или кусочек овцы? Зачем ему ваши жертвы? Самое лучшее, которое вы принесете. Он все это создал, он всем этим владеет. И дальше он подчеркивает, он говорит, он сам дает всему жизнь и дыхание и все. Друзья, правильная точка зрения на Бога это основа Евангелия. Павел не говорит об этом много в еврейском контексте, потому что у евреев есть уже правильное понимание, кто такой всемогущий Бог из Ветхого Завета. А вот здесь у этих людей нет понимания, и поэтому он объясняет, посмотрите, благая весть начинается с представления о Боге, о том, что Бог владыка вселенной. Это важно. Еще с нескольких сторон мы видим, как апостол продолжает, он говорит не только о величии и суверенности Божьей, он говорит о Божьем предназначении для людей, он говорит, да, вот этот Бог, который не зависит от вас вообще, а вы зависите от Него полностью, вы зависите своей жизнью, своим дыханием, он дает всему жизнь и дыхание и все. Вот этот Бог, от которого мы зависим, он оказывается имеет определенную задачу перед нами, поставил определенную задачу. 26 стих, от одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, чтобы они искали Бога. То есть, апостол говорит очень ясно, Бог распорядился так, что он определяет кто, когда, в каких обстоятельствах родится. Люди рождаются в разное время, в разных точках истории, в разной культуре, в разных семьях. Но у всех, абсолютно у всех, есть одно предназначение. Абсолютно все, появившись на этой земле, они имеют в окружающем их мире достаточно свидетельств, которые должны побудить их к тому, чтобы они начали искать Бога. Мы много говорили уже об этих свидетельствах, это свидетельства о Божьей мудрости, которые мы видим в устройстве Вселенной, в информации, которую мы видим в каждой живой клетке. Мы видим Божью мудрость в законах природы, которой подчиняется вся Вселенная. Мы это видим в Божьем могуществе, как колоссального объема планеты, они движутся, не мешая друг другу, они существуют. Кстати, я думаю, что это одна из главных причин, почему Бог создал именно так Землю, что вокруг нас огромное количество звезд, планет, галактик самых разных. Вот вы никогда не думали, зачем Богу нужно было создавать, насоздавать кучу всяких этих Вселенных, планет, всяких разных движущихся галактик. Есть одна очень важная причина, чтобы мы, глядя на вот эти все планеты, мы ясно говорили, Бог велик. Бог силен настолько, что Он вращает все эти Вселенные, все эти черные дыры, о которых там говорят, все эти гравитационные поля, все эти разного рода материи, антиматерии, которые существуют, все это дело сотворено могущественным Богом, и когда мы смотрим на это все дело, мы ясно приходим к выводу, Он очень сильный. Супер сильный. Он мудрый, Он сильный. И третье, что мы видим, мы видим, что Бог любящий, Он добрый. Почему? Потому что мы появились здесь на земле, и здесь на земле у нас есть все то, что необходимо для того, чтобы жизнь поддерживалась. Есть атмосфера, есть температура, есть грязь. Помните, я как-то рассказывал о том, что Джефф Уильямс, наш хороший друг, он, кстати, будет у нас, если Господь позволит, на дне церкви в этом году. Он рассказывал мне о том, что почему невозможны вот эти вот экспедиции, которые на Марс летают, почему там нельзя жить. Он говорит, там грязи нет. Вот нам бы было хорошо, если бы грязи не было. Оказывается, грязь – это очень важная вещь. Грязь в смысле dirt, в смысле почвы. оказывается, в грязь положи зернышко, это грязь. Она даст зернышку необходимые питательные вещества, что это зернышко вырастет и произрастет пшеницу. И этого на Марсе нет. И поэтому там зернышко бросишь, там, где бросил, там оно и осталось. И Бог создал грязь. И Бог создал вот этот процесс, который способен произвращать продукты питания. И много-много другого хорошего Бог создал здесь на земле. То есть, человек, каждый человек, видя это, он должен разумно сказать, что за всем этим должен быть тот, кто все это создал. Вот что значит слова, чтобы они искали Бога. Ибо он недалеко от каждого из вас. И он даже приводит пример их же собственного поэта. Он говорит, ибо мы им живем и движемся и существуем, как некоторые из ваших стихотворцев говорили, мы его и род. То есть, он говорит, эта идея существует глубоко у вас там где-то в истории мысли греческой. То есть, Бог определяет кому, когда, как родиться, в каких условиях. Одни богатые, другие бедные, одни здоровые, другие болезненные. Самые разные обстоятельства. но у всех одна задача. Бог предопределил для каждого, чтобы они искали Бога. Все могут искать Бога. Это главная цель. И последнее, третье, что мы видим, о чем говорится в этой проповеди. Значит, первое, он говорит о величии и суверенности Бога, дальше, Божьей предназначения для людей. Вот, то есть, вы существуете здесь не сами по себе. Вы существуете не по своей программе. Ваша жизнь вам не принадлежит. Бог ее вам дал для определенной цели. И это основа Евангелия. Дальше, исходя из этого, апостол призывает к покаянию. 29 стих. Итак, мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства или вымысла человеческого. И заметьте, вот здесь он приходит и говорит. Он говорит о тех богах неправильных. Перед тем, как к этому прийти, он перед этим заложил основание. Он ясно показал, что означает настоящий Бог. Итак, оставляя времена неведения, то есть, он говорит, теперь я вам это объяснил. Теперь вы знаете. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. В чем покаяться? В своем неприятии Бога. Покаяться в том, что мы думали, что мы сами правим здесь на земле, мы сами определяем смысл, цель своей жизни. Он говорит, покаяться, потому что Бог сотворил вас, и у Него есть определенная задача, чтобы вы искали Бога. Покаяться в том, что не искали Бога до того. Но Он на этом не останавливается. Заметьте, Он говорил, ибо Он назначил день, который будет правильно судить Вселенную. У нас есть класс такой для крещаемых или фундамент веры называется. Он сейчас проходит, Дима его проводит, кстати, где-то в какой-то комнате, не знаю. Так вот, мы присветера, кроме того, что Дима там проводит, мы еще по отдельности разговариваем с каждым. С кем-то я разговариваю с тремя в этот раз. Вот там другие братья встречаются и говорят. И вот когда я говорю с этими молодыми людьми, и не только с ними, когда я им объясняю сущность, вот что значит быть спасенным. Я им объясняю, что речь идет вот о чем. Это не просто так, что вот ты подумал и решил, ну, хорошо, ну, это убедительно, ну, это менее убедительно. Речь идет вот о чем, что в данной точке ты или будешь спасен, или ты станешь точкой, станешь объектом Божьего наказания. Это вполне реально. Некоторые люди говорят, адом пугать – это как бы нечестный подход. ты заставляешь людей, страхом спасаешь. Друзья мои, ад – это реальное явление. И мы все должны сделать, чтобы помочь другим туда не попасть. Христианство – это не просто так. Вот ты можешь в такой культурной схеме жить или вот немножечко по-другому. Апостол ясно говорит тебе, он назначил день. Нам нужно знать, дорогие друзья, что день назначен для каждого человека, день назначен, в котором праведно будет судить вселенную. Посмотрите, здесь он начинает говорить об Иисусе Христе. До этого места о Христе еще не было сказано. Последствием предопределенного им мужа подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Апостол начал говорить здесь о Христе, мы видим, что ему не дали дальше сказать. Когда он подошел к этой точке, где он ясно призывает их к покаянию, и когда он говорит о реальности воскресения, вечной жизни, посмотрите, возникает реакция. Мы подходим к заключительному элементу этой головы, реакции язычников на проповедь. В общем, язычники реагируют на проповедь так же, как и евреи. То есть, их гордость не позволяет ее принять. В данном случае они в своем высоком самомнении, эти стойки, эпикурейцы, они стали насмехаться над словами апостола 32 стих. Услышав воскресение мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. То есть, более воспитанные сказали, извини, срочно идти надо. Позвонили, вызывают. Срочно нужно идти, в другое время придешь, мы с тобой. То есть, они и одни, и другие дали понять, что это они не принимают, это им неинтересно. Итак, Павел вышел из среды их, ну, посмотрите последний стих. Некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Уже вот так всегда действует проповедь. Проповедь всегда звучит, и у Господа есть некоторые люди, которых он касается. И когда он касается, эти люди, они пристают, за ними не нужно даже гоняться, они, пристав к нему, уверовали. Между ними был Дионисий Арипагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ним. То есть, скорее всего, когда Лука пишет эту книгу, пишет Дианя Апостола, имя Дионисия Ариапагита, за ним, кстати, это закрепилось, кличка Ариапагит, то есть, он в Ариапаге покаялся когда-то. И он стал известен в христианских кругах, и он говорит, а вот это Дионисий Ариапагит, он вот там, тогда покаялся. Он в то время пришел к Богу. И женщина, опять он упоминает, женщина имени Дамарь, и другие с ними. В этом особенность любой проповеди, друзья. Я думаю, эта проповедь апостола Павла, она очень хороший пример для нас с вами сегодня. Нам нужно говорить о великом Боге, владыке неба и земли, зная, что не все будут это принимать, зная, что для кого-то это будет смешно, что кому-то это не укладывается в сознание, кто-то смотрит и смеется, и как вы можете верить? Друзья, над нами смеялись в Советском Союзе. Вот очень интересно, друзья мои, особенно вот молодежи, я хочу сказать, подросткам сегодня. Вы знаете, нам в 70-е годы говорили, да мы же уже без пяти минут в коммунизме. Вот один шаг, и мы будем в коммунизме. Вот они верили в действительности, что они построят коммунизм. А вы здесь со своим Богом. Вот настолько были они уверены, и настолько они унижали верующих, и настолько они смеялись над верующими. Но как это оказалось достаточно быстро, от коммунизма один пшик остался. То есть там ничего не было, а миллионы людей в это верили, и миллионы людей в школах, в университетах унижали, смеялись, говорили. Друзья, то же самое происходит сегодня. То же самое в школах, в университетах люди с насмешкой подходят и говорят, и вы в это верите. И вы вот такие узко, narrow-minded. И вы вот это все воспринимаете. Друзья, точно так, как вся эта коммунистическая идеология в трубу улетела, точно так и это все рассыпется. Немножко только время дайте. И вот эта проповедь апостола Павла, очень яркое свидетельство этого. он проповедует о великом Боге. Почему? Потому что великий Бог является фундаментом всего. Дальше он говорит о нашей зависимости от Бога. Это то, что нам нужно проповедовать. Независимо от того, как люди принимают, как они реагируют, нам нужно говорить о том, что вы своим дыханием от него зависите. Бог поставит предел и упадешь замертво. Что мы видим в происходе сплошь и реально? Наша задача говорит об Иисусе Христе, который даровал путь спасения нам. Наша задача призывать людей к покаянию. Наша задача говорить людям об ответственности. Это не гарантирует, что эти люди примут. Кто-то будет смеяться. Кто-то с уважением скажет «Извини, но я пошел, это не для меня». Но это наша задача сегодня продолжать дело проповеди Евангелия, так как проповедовал его апостол Павел. Это особенно важно сегодня, когда молимся о молодежи. Я хотел бы призвать вас еще раз, чтобы мы могли помолиться о молодежи, помолиться о поколении, которое сегодня соприкасается с особым давлением неверия, с особым давлением безбожия, с антибожием. То есть, это люди, которые целенаправленно делают все возможно для того, чтобы лишить молодое поколение фундамента веры в Бог. И мы, Церковь Иисуса Христа, мы должны сделать все для того, чтобы защитить тех людей, которые находятся в нашей духовной ответственности. Мы склоним наши колени сейчас и помолимся. Господи, Боже наш, мы благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем прийти к Тебе, зная, что Ты вечный, всемогущий владыка неба и земли. Ты наш Создатель, Господи. Ты создал нас, Ты определил жизнь нашу и смысл, и предназначение. Ты определил, Господи, когда мы живем. Ты определил цель, чтобы мы могли искать Тебя. И мы сегодня просим Тебя, Господи, о нас самих прежде всего. Просим Твоей милости, Господи, яви ее к нам, чтобы мы сегодня могли не попасть под влияние этого бушующего мира идей с его безбожием, с его человекоцентризмом, с его нежеланием преклониться пред Тобой, признать Тебя как всемогущего владыку Бога. Мы просим, Господи, Твоей помощи для нас и для наших детей. Просим Твоей помощи для молодого поколения, Господи, наша молитва к Тебе сегодня, молодежь. Я прошу Тебя за каждого молодого человека, за каждую девушку, за тех, кто уже познал Тебя и за тех, кто еще стоит в стороне. Мы просим Тебя вместе, Господи, сегодня о том, чтобы сила Твоей благодати, чтобы Дух Твой Святой сегодня, Господи, обильно излил свое действие, чтобы Он освобождал сердца, чтобы Он пробуждал сердца, чтобы Он спасал душу, Господи, чтобы Он открывал Твое величие, чтобы Он помог найти настоящую и глубокую жизнь, которая и в Тебе, Господи, благослови нас. Я прошу Тебя о всем молодежном служении, Господи. Прошу Тебя за Андрея с Катей, прошу Тебя за всех сотрудников, за всех помощников, за всех руководителей групп. Господи, дай им сердце любящий Тебя. Дай, Господи, им глубокую уверенность, убежденность в Тебе. Дай, Господи, им выносливость и силу для того, чтобы в этом мире, в котором так много всякой суеты и всякого давления, они могли фокусироваться на Тебе и на жизни Твоей, на следовании за Тобой. Самое большое, Господи, прошу Тебе, исполни их силой Духа Твоего, Святого, чтобы они радовались Тебе, чтобы они видели Тебя и то, что Ты говоришь и что Ты делаешь целью и смыслом в жизни своей, и чтобы они стали инструментом, через который Ты действуешь. Господи, благослови нас, благослови Церковь, благослови, Господи, весь народ Твой. Мы просим Тебя за христианский мир, просим Тебя за эту страну и просим Тебя за христианский мир в целом. Господи, помоги нам сегодня иметь эту твердую уверенность в Твоем владычестве и в Твоем величии. Чтобы мы могли провозглашать великого Бога и спасение, которое Ты совершил через Иисуса Христа. Просим Тебя обо всем этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.